Я Лариса Гузеева, это Давай Поженимся. Добрый день. Сегодня невесты Стелла, Лолита и Анастасия. А жених у нас Сергей. Сергей, 44 года, председатель коллегии адвокатов города Москвы, владелец гостиничного бизнеса. За пять лет жизни в Калифорнии осознал, что он патриот своей страны и вернулся в Россию. Признается, что когда-то был ярым поклонником программы «Давай Поженимся». Сергей понял, что пора ставить точку в отношении их женой, когда слишком явно представил себя на месте своего подзащитного, который напал на супругу с топором. Сергей никогда не возьмет в жены коллегу по работе и обладательницу фарфоровой кожи. Его идеал – это эффектная брюнетка с бронзовым загаром и восточным разрезом глаз, которая добилась успеха в карьере, знает, как пленить мужчину и способна составить конкуренцию самой Анджелине Джоли. Здрасте. Здрасте. Ух ты, какие запросы. Ну да, высокие запросы. Конкурироваться с Анджелиной Джоли. Нужно очень стараться. То есть раньше вы были поклонником нашей программы. А сегодня хейтери к нас пришли? Что, поразлюбили? Нет, я с удовольствием, когда предоставляется возможность, смотрю. Но какой-то период времени, когда я жил в Калифорнии, и из-за разницы во времени, я смотрел вашу передачу ежедневно, потому что ждал, когда начнется рабочий день. И на этот период вечером выпадала ваша передача. Сереж, скажите, пожалуйста, а что в Америку? Там могли круче реализовать себя или каким ветром-то вас туда занесло? Это был совместный процесс карьеры и личных интересов. В какой-то период, в 2010 году, мы вышли в рейтинге на очень высокое место в России и решили, что нам необходимо сделать филиалы. Это все с адвокатурой связано. С адвокатурой, да. Решили, что нужно сделать филиалы в Лондоне и в Америке. Ну, там же судятся все со всеми. Все мечтают, чтобы в каком-нибудь сетевом огромном магазине упала полка на ногу, потому что все, ты после этого можешь уже не работать никогда в жизни. Если обосновать процесс заранее, то можно решить миром даже до уже, но получить значительную компенсацию. Просто с неба. Вот тут корячишься, да, с утра до ночи, и только шишки набиваешь. А там сходил, грубо говоря, удачно, на тебя какая-нибудь женщина наехала задом, даже не поранив, но испугала моральный ущерб в миллионы россов. Как говорится, нам и не снилось. Мы тоже будем к этому стремиться. Я думаю, что получится. Да чекун вам на язык, и так тяжело жить, а тут еще судиться, шовы. Наоборот, надо договариваться. Вы поехали в Америку? Да, мы уехали туда с супругой. Она была коллежанкой вашей? Коллегой? Нет. Она была молодой девушкой на тот момент. Детей не было? 20 лет, еще детей не было, но у нее было отличное образование. Брутальный мужчина, да. Похож на Милат. Да. Мне кажется, на моего папу даже чем. Да, кстати, да. В чем, кстати, да, что-то есть. Вы даже успели родить двоих детей? Да, две блондинки, поэтому все замечательно. А что тогда вас развело? Это потом Россия уже по возвращению. Сколько вообще сложностей вы там прожили? Почти пять лет. И вот вы возвращаетесь. Возвращаемся, решили, что поселиться нужно в таком городе, где нет снега. Это был Сочи. И, в общем-то, все замечательно. Поселились в Сочи два филиала коллегии в Москве, которые сейчас основные. То есть я большую часть времени нахожусь здесь. Это все развивается. Открыли вот как раз второй филиал в этот период, близко к Москва-Сити. Очень много времени, конечно, это занимало. И получается, что я, если в Америке больше находился с семьей, то фактически в России я стал больше находиться с работой. Ну, я не знаю, не знаю, две дочери. Нужны ли ему дочки еще? Хотелось бы еще дочку. У вас не было вот этого шумного, бракоразводного, да? Полюбовно расстались? Или не очень? Можно сказать, в объятиях. Очень спокойно, очень размеренно. Нет, это проблемы, которые, может, на будущую вашу жену делешь с детьми. Да, то есть этот брачный договор вы заключили с бывшей женой? Нет, зачем? Ну, мы интеллигентные люди. А будете заключать? В будущем? Ну, вот со следующей женой. Я, конечно, умею, но не думаю, что это потребуется. А, то есть вы с вами, можно не заключать, но с вами лучше не надо. Все полюбовно надо делать? С адвокатом бесполезно. Как вообще и должно быть. Скажите, а кто в основном добытчиком был в семье? Кто больше зарабатывал? Вы или ваша жена? Поначалу я, но она подросла и начала делать очень интересные проекты. У нее стало получаться... Вот когда уже вопрос поднялся, кто будет сидеть с детьми, и почему она сидит с детьми, а вы все время там работаете. Она могла в это же время, например, заработать столько же, сколько вы? Потому что я считаю, кто больше зарабатывает, тот и прав. Я считаю, что все люди достойны уважения, и чтобы их интересы соблюдались. Это все разглагольствование, поконкретнее давай. У вас же с женой как раз начались конфликты. Суть происходила такая, что развелись мы в 2018 году, и мы очень успешно... Продолжали существовать ради детей. Да, и разделяли время таким образом, что в аэропорту мы ключ-в-ключ менялись. То есть вот приехала супруга на машине, отдала бывшая супруга. А с чего бы развелись-то? Бывшая отдала ключ, соответственно, я его забрал и поехал забирать детей с садика со школы. Конкретная причина развода, Роза, вот хочет. Я-то поняла. Это время, это время. Просто мы все меньше проводили времени вместе. Скажите, а вот пандемия, когда вас закрыла в одном пространстве? А вот когда нас закрыла пандемия, то мы ушли в интернет, она, соответственно, больше, ну, наша коллега ушла в интернет пространство. Не помирила вас? И получилось, что у нас два совместных интереса, которые надо было разделить по времени, и мы это не могли. Я прям вот помню один из случаев, когда я стою детям, готовлю еду, и покормить их все-таки должна была она, потому что у меня начинался прямой эфир там с блогером. Я стою со сковородкой и говорю, пожалуйста, ты уже, ну, меняй меня, дети-то есть просят. А она говорит, нет, а я тут своими делами занята. И у меня начались кадры мелькать, и я вспоминаю своих подзащитных, там, кто по тяжким телесным, кто еще откуда. Ну, и, в общем-то, это стало точкой. То есть я даже две секунды этих мыслей, я поставил все на место, обулся и вышел, и больше не возвращался даже к завещанию. Ну, мужчина, посмотри, какой ему нужен очаг, а супруга работала. Ему, конечно, время не достается. Она работа, дети, а мужчина тогда без внимания. В пандемию, Игорь, мой муж все время сидел в зуме, там, 100 человек. И я абсолютно была уверена, что меня не будет видно сзади. Я вот клянусь во мне, я со шваброй, с тряпкой, сзади. Он сидит, значит, так, ну, естественно, в трусах. Я потихоньку, значит, прохожу со шваброй. И говорю, ноги, ноги подними. Потому что я уходила, и она говорит, Лара, б***ь, я с таким коленем. И все поняли, что я с этой накрученной на голове, с шваброй. Ну, в общем. Какая жалость, что я не видел этот зум. Ну, они-то думают, что ты у нас эта графиня, понимаешь? Слушайте, ну, это новые реалии нашей жизни. Челядь у тебя там бегает. Кто же в пандемию эту челядь мог позволить себе, Роза? Это новые реалии нашей жизни. Это было и было. Сереж, за кем вы пришли? Честно скажу, у меня нет стереотипов. Нет, это черненькая. Вы описали меня юную. Восточный разрез глаз. Темненькая, бла-бла-бла. Детородного возраста. Еще хотите детей? На все воля Божья. Интересно, а как он относится к чужим детям? У меня двое прекрасных парней. Что у нас в анамезе? У нас трое детей. Младшему пять с половиной. Правильно? Да. Значит, еще поднимать и поднимать. У нас в перспективе, это базовая основа, у нас в перспективе, нет, у вас в перспективе, войти в пятерку крупнейших адвокатских компаний. У вас еще бизнес связан с гостиницами. Вы его тоже хотите увеличивать. Правильно? То есть, по сути, нормальная жизнь с хорошей перспективой мужчинам в 44 года, которых еще нужно поднять детей и так далее. Нужна нормальная женщина, которая это не разбазарит, а ему, наоборот, предоставит возможность работать, пахать и расти. То есть, с мозга женщины. И я про то. Поэтому, ваша жена не должна тянуть денег из семьи, не выносить вам мозг со своими проблемами, с которыми она к вам придет. То есть, ну, такая соратница, но не старая. Я не буду вам говорить, что вам там ровесница нужна. Но в пределах 37-40, даже, ну, почему 44? Вот так вот выглядит это. То есть, у нее вот она вам помогает. Не мешает. Вместе отдыхайте, поднимайте. Хорошо, чтобы она была, например, в творческой профессии, но успешной в своей профессии. Потому что, когда красивая пара появляется, например, актриса со статусным мужем, ресторатор, адвокат, это хорошо. Поддерживаю. Художник. Помощников и коллег у меня много есть, кому поддержать в плане работы. Но, конечно, нужна основа, чтобы этот человек поддерживал в жизни. Да, и чтобы она не выпивала кровь, вкладывая деньги в мое творчество, понимаешь, и вас разорит. Так, вы из Сочи уже вернулись в Москву? Я живу на два города. В Сочи очень хорошо жить, а в Москве достаточно интересно работать. Да, почему не адвокатеса? Поэтому есть чем заняться жене. Почему? Ну, сложные мы люди. То есть, это не так просто. Мы же связаны с обратной стороной жизни. Согласна, я тоже за актера бы замуж не вышла. Все. Хорошо, что Москва и Сочи. Все-таки в России мне больше всего нравится. Все-таки жить на море – это лучше, чем жить в мегаполисе. 100%. Конечно. Ты-то знаешь. Знакомьтесь с первой невестой. Проходите. Здравствуй, Сергей. Я надеюсь, ты разделишь мои эмоции во время совместных посещений оперы. Привет. Спасибо большое. Стелла, 30 лет. Заместитель управляющего в московском ресторане. Любит музей и творчество Солженицына. Признается, что домашние хлопоты делают ее счастливой. Гордится победами в конкурсах красоты. Четыре неудачные попытки ЭКО подтолкнули Стеллу к расставанию с любимым мужчиной. Надеется, что Сергей оправдает ее надежды. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы с мамой? Да, я с мамой. Красивая невеста. Красивая, да. Платье такое. И все с помадой. Вам 30 лет? 30 лет. Когда вы уже почувствовали вот это вот отчаяние в связи с тем, что не можете естественным путем родить ребенка? Я проверялась очень много раз. У меня все в порядке. И я думаю, что, возможно, это была просто не генетическая красница, жила с мужем и не могла забеременеть 11 лет. У них был корпоратив, и она гульнула там в ресторане с поваром. И там забеременела. Прямо же там же. И она от него забеременела. Это вообще очень интересная история. Она родила. Муж встретил из роддома, все все знали по молчаливому согласию, что и не от него. И принял, да? То есть всех все устраивало, да. Она через какое-то время все-таки ушла к этому повару. А потом через какое-то время вернулась к своему вот этому и проживает. Ну так вы были замужем? Да, мы жили гражданским браком 3,5 года. Нет, вы не были замужем. Вы были в сожительстве. В сожительстве, вы правы. И хотели ребенка? Да, конечно. А как можно было хотеть ребенка, не будучи официальной женой? Или вам было все равно? Нет. Муж сделал мне предложение, подарил мне вот роскошное кольцо. И мы заказали очень дорогой красивый костюм из Парижа. Но когда он прилетел костюм, оказалось, что и кольцо, и костюм на меня большего размера, чем я есть. Мне кажется, она его не очень заинтересовала. Как-то он довольно отстраненно ведет беседу. Мне кажется, нет внутреннего вопроса у него не возникло. Почему в ЗАГС-то не пошли? Костюм бы уши, либо колечко сжали бы? Мы полностью уже запланировали, пригласили друзей, все. Но потом случилась у мужа проблема по здоровью. Мы даже вынуждены были улететь в Вену и прожить там полтора года. И он находился под наблюдением. Счастливо жили? Да, мы хорошо жили. У меня был любящий и заботливый муж. Вернулись через полтора года? Да, через полтора года мы вернулись в Москву, прожили еще вместе полгода. И я поняла, что у нас все-таки разница в возрасте очень большая – 18 лет. Да, и вам хотелось, наверное, куда-то. Да, мне очень хочется активно отдыхать, получать впечатление, везде ходить вместе. А муж говорил мне, пончик, ну сходи сама. Полюбовно расстались? Да, да, все в порядке. Ну хоть не в накладе, смотрю, колечко у вас. Может, квартирка там тоже нажито была, нет? Нет, к сожалению. Четыре кота что-то делать, организм. К сожалению, квартиру не нажили, та, которая была. Может, еще какие-нибудь драгоценности нет? Да, подарила, конечно. Муж дарила. Я же говорю, у меня муж был щедрый человек, он меня баловал. Вот у меня же у Тани в Керчи, у нее муж, тоже на 18 лет старше. Он в сцене лежит, ничего не хочет. Таня, да, она, конечно, не так. То есть он был не активный, получается? Нет. Особенно, когда мужчина, ну вот уже так в годах, и в России, мне кажется, они вот… Ленивые становятся. Да, и после 45-ти у них уже начинается такое залечь в берлогу. А тогда тебе не страшно, Сергей, ты 44, что он тоже залежит в берлогу. Мне кажется, 14 лет – прелестная разница в возрасте, когда вот такой вот красивый, состоявшийся, взрослый, шикарная, ну, шикарная форма просто. Представляете, какой он? Да, прекрасная форма. Статусный. Понимаете, сегодня особенно. Да. Захвалили. Да. Сидит перед вами старчи, седой. Как ни крути, 44 года, все равно уже скоро полтос, понимаете, разжиреет, будет лежать. Так хотите, в таком настроении, я могу и так. Без разницы. Зачем вам эта 14-летняя разница в возрасте? А ребеночек, вот у нас трое. Трое детей. Стелла, ну вам надо. Пеленки, распашонки, все снова здорово. А у нас еще впереди от полсотни гостиниц. Сколько у нас уже гостиниц? Одна пока. Одна. Нам еще 99 строить. Какие тут это? А еще вот вопрос у меня, Стеллочка. У вас какая-то нездоровая любовь к люксовым брендам. Это сейчас, сколько денег-то надо? Или есть они у вас при данном? Я на шуту, что у меня было. Девочка-принцесса, по ней видно. Вопрос в том, что нужно ли, нужна ли принцесса этому мужчине? Мама, а что за тарелка у вас там? А эта дочь приготовила, она очень любит готовить. Вот, кстати, эту тему главную. Как же мы ее не... Это завтрак, она приготовила салат. Да. Жениху несите. Ну так дайте жениху, да. Пусть попробует. Скажите мне, дорогая моя, по поводу... Я тоже, например, нахожу отдохновение, когда что-то делаю по дому. Я просто переключаюсь, и для меня это не просто смена деятельности. Но, во-первых, я это умею делать, и я тогда могу сказать всем, а можно меня не трогать? Вы же видите, что я готовлю. Или вы же видите, что я стираю. И я сама с собой. Сейчас Телла вам расскажет, что это. А для вас занятия хозяйственными домашними делами для молодой женщины, что это вам дает? Мне отдых, а вам? Я чувствую тепло и любовь, например, когда я делаю что-то по дому. Потому что я знаю, что я наполняю наши отношения с моим молодым человеком, там, мужчиной или будущим мужем. Молодец, хорошо воспитанный. То есть, если три этажа убирать, это вы прям с радостью делаете, да? Может, я вас себе приглашу? У меня два этажа всего. Я к вам с удовольствием приду в гости. Ты так дай спать будешь с ней, дорогая моя. Мне это нравится. А, кстати, у вас... Я, знаете, еще... А зачем вы с утра употребляете хлорофилл? Хотя хлорофилл... Зачем это? Это для детокса и для того, чтобы... Для чего? Для детокса. Это что такое? Очищение организма. То есть вы... А это что, бутылочки? Это же... Это такая зеленая жидкость, благодаря которой растение... Вы ее нюхаете? Нет. Ну, разводят их. Разводят водой, да. А еще если у вас немного, можете маски делать, знаете, да? Нет. А это же растение поливает, это же химия. Нет. Это такое... Это из растения, и оно проводит. Зеленый порошок такой. А ты болеете, что ли? Нет. Я вот бады пью, потому что уже надо организм очищать. Тоже бады. Она же молодая. Это мама приучила ее. Болеть, наверное. Да чистить. Чтобы сохранить. А что ей чистить? Сохранить. Покажите, пожалуйста, сюрприз, дорогая. Проходите, покажите. Пожалуйста. А вы попробуйте. Я не очень аккуратно. Я боюсь, что я тогда к остальным уже выйду немножко в другой форме. Сергей, я хотела пригласить вас на сюрприз. Это будет массаж головы. Ого. Прошу вас, пожалуйста. Сюда садиться? Да, прошу вас. Я думаю, что после трудового рабочего дня это никогда не будет лишним. А наоборот, позволь. Она даже умнее, можно сказать. Уснуть. А это какая-то методика, да? Или вы просто по головке платите? Прямо без методики уже все. Я бы отдала просто... Взяла бы вас на зарплату. Я с удовольствием... А еще, знаете, я люблю, когда почесать. Знаете, там курчик образа так и чесает. Прям чувствую приток мыслей. Как вы себя ощущаете? Здорово, спасибо. Спасибо большое, Стелла. Спасибо. Забирайте свою маму и проходите в комнату. Он уже обалдел. Он уже обамлился такой. Я тоже хочу. Попроси ее потом. Попроси потом ее сделать массаж головы. Ну, так как ваши впечатления? Интересная девушка, целеустремленная. Красивая. Наверное. Шикарная фигура. Есть какие-то свои мысли о будущем, о детях. Я не поняла, но у вас совершенно не загорелся глаз. Меня это удивило. Мне показалось, что он немного как-то холодно на меня отреагировал, даже когда мы встретились сначала. Ему нужна женщина постарше, однозначно. Фотомодель. Мне пока непонятно. Заместитель, управляющий в московском ресторане. Кичится, что одевается только в брендах. Понимаешь, аллергия у нее на простые вещи. Понимаешь? А у нас, а мы что, будем бренды бегать искать или гостиницу открывать новую? Слушайте, это... А в гостинице гостиничный и ресторанный бизнес. Они могут вдвоем этот бизнес развивать, если у нее есть опыт управляющий в ресторане. А с ней делиться тогда надо. Да нет, это все... Но в семье вообще принято делиться? Это все не проблема. Я романтик. Знакомьтесь со второй невестой. Проходите. Здравствуйте, Сергей. Это вам. Очень приятно познакомиться. Я Сергей. Ну, вы уже знаете. Лолита, 36 лет. Риэлтор коммерческой недвижимости. Родом из Санкт-Петербурга. Сейчас живет в Москве. Проводит мастер-классы по уходу за волосами. Катается на сноуборде. И регулярно ходит с подружками в баню. Мечтает о клубном отеле с большим винным баром. Лолита каждый раз подходила к ЗАГСу с одной мыслью. Чтобы стать женой генерала, надо выйти замуж за лейтенанта. Но ее браки заканчивались раньше, чем ее мужья становились генералами. Надеется, что Сергей тот, кого она так ждала. Здравствуйте. Какая хорошенькая и нарядная. Это сами готовили, что ли? Нет, я это купила. Все, что можно сделать на аутсерс, нужно сделать на аутсерс. А вы по-русски можете разговаривать? Да, конечно. Просто когда есть люди, которые делают что-то лучше, чем ты. И это не ворует столько времени. И бла-бла, это образ жизни. Это такая философия сегодня. Мне кажется, она мне не подходит. Почему? Потому что, мне кажется, у него... Ну, первое точно ему больше подходит. А как вы столько применяли своих сил, энергии на бывших? И в чем дело-то? Почему ни с одним из них не дошли? В том-то и дело, что я не отдавала энергии слишком много. И тогда, когда я понимала, что я расту быстрее, чем мой спутник, я заканчивала эти отношения и шла дальше сама. А почему сразу-то не найти? Вы такая козырная. Почему сразу-то генерала не найти? Я за любовь. Почему нужно брать? Потому что и мамка, брать солдатика и потом его взращивать. Зачем? Вам 36 лет уже. Но взяла бы сразу вот генерала. Сейчас мне 36, но мы же говорим о том, что я начинала в 23, да, там и гораздо раньше. А в 23 почему нельзя? Чем моложе, тем больше шансов на того самого генерала. Зачем вам? А уже взрослые тетки пусть занимаются мальчишками, вкладывают в них деньги, не знаю, делают из них генералов для будущих малолетов. Это такой круговорот мужиков в природе. Совершенно правы, совершенно правы. Но все по любви же было. Лариса, так они не бедные были. Нет, бедных точно не было. Они все там были генералами. Но олигартов не было тоже, да. Очень активная девушка. Да, сразу видно, что она очень здоровая. От нее прям пыщет здоровьем от Лолиты. Она очень приятная. Смотрите, Лолита, вам не придется никого выращивать из Сергея. Это тот самый идеальный вариант, когда уже все, берете готовенького. Я с вами согласна. Ну, берите и ходите уже, мы поедим. Ага. Но у меня вопросики связываются. Я даже перестала это. Перестань цепляться. Значит, вопросики следующие. Пожалуйста. Правильно ли я поняла, что вы добиваетесь всего, чего хотите? Да. И мечты у вас тоже там об уютном клубном отеле и все остальное. И получается, что ваше все движимое и недвижимое, это, по сути, то, что осталось после ваших супругов. Ну, помимо двух детей. Нет. Все, что у меня есть, я заработала себе сама. А когда вы это успели? Я всегда работала. Между тремя браками и рождением детей. Всегда работала. Я работала с детьми на руках. Мой первый ребенок вырос в моем салоне красоты. Подметал. А кто денег на салон дал? Я сама взяла кредит. Взяла кредит и через какое-то время его отдала. Как раз и возраст хороший у него под нашего жениха общего. Общего жениха. Мужчина, который оставил своей супруге недвижимость, вас совершенно не интересует, как вот прям цитирую, разговор о том, что все оставил бывшей жене, вас не трогают. А если, например, он и бывший оставил, а у него еще есть дофига? Конечно, да. Это нормально. В принципе, логично. Когда ты, выходя от жены, оставляешь, как бы ее ни с чем нельзя оставлять. Ларита имеет в виду, что ей не нужны вот эти вот фантасты, которые приходят и рассказывают, не, ну когда будет женщина у меня, ради которой, тогда я начну копить на квартиру. Потому что все оставил предыдущим женам и детям. Это как бы детский сад, да. Я вас поняла. Вам нравится, Сергей? Да. Сколько вашим детям лет? Одному-три, младшему, будет 20 февраля. И старшему будет 10 лет. Есть кто помогает, да? То есть моя мама сейчас. А еще хотите детей? Я бы хотела дочку, Веру, да. Покажете сюрприз. Давайте сюрприз. Да. Я считаю, что у каждого человека в жизни должна быть надежда и должна быть мечта и, конечно, путеводная звезда. Пойдем зажигать наши звезды. Вдруг она возьмет и порвет шаблоны сейчас. Вот, кстати. Вот было бы, кстати, круто. Но она точно не пойдет с ней в постель сразу. Давай решим, что эта звезда будет посвящена вере. Как красиво. А эта звезда пускай будет посвящена надежде. Это женские имена или это существительные? А эта звезда пускай будет посвящена любви. А смотря, как ты выбираешь. Если ты выбираешь, что это женские имена, я выбираю, что это вера, надежда, любовь. Пускай эта звезда будет посвящена твоим успехам в бизнесе. Она какая высокая. Смотри спокойно, как достается. Пускай эта звезда будет посвящена моим успехам в бизнесе. Ну, может, невеста просто это, отарвет сейчас звезду тая. Вообще не будет. А вы ее поднимите. Не хочет он ее поднимать. Ну, это логично, в общем. А эта звезда пускай будет посвящена твоей мечте. Спасибо. Все-таки это не имена. А то я думал про дочку, Вера. Спасибо. Спасибо. Ты можешь выбрать, как ты хочешь. Очень элегантно, кстати. Такой элегантный сюрприз. Ты прям плачешь. По Питерске. Спасибо. Проходите в свой биток. Спасибо. Цветочки не забудьте, Лолита. И у тебя глаза загорелись. Тебе тоже это понравилось. Да, я тоже хочу звездочку зажечь. Ну, эта барышня вам понравилась больше? Физически, наверное, она больше ваша, да? Нет полных данных, не могу сейчас сказать точно. Но она интересная девушка, да. И она самостоятельная личность. Если не смущает ее богатое прошло в виде трех мужей, двоих детей от разных браков, она, в принципе, целеустремленная. Ну, 36 лет уже могла бы выходить замуж, нагуляться. Ну, да, то есть наше это точно. Но у нее, вы должны понимать, да, что свои двое детей, у вас трое, разногласия по поводу кому сколько будут возникать, в общем-то. И свой бизнес она, конечно, будет стоять во главу угла. Мне все понравилось. Ну, было не очень удобно зажигать звезды, конечно, наши. Мы были слегка скованы. И он, и я. Знакомьтесь с третьей невестой. Сергей, здравствуйте. Анастасия, юрист в компании информационных технологий. Живет в Москве. Мечтает полетать на воздушном шаре и побывать на африканском сафари. Признается, что любит целоваться. После рождения сына супруг Анастасия решил, что его обязанности по уходу за ребенком вступят в силу только лишь через три года. Надеется, что Сергей – хорошая тетя. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. А он адвокат, а она юрист в компании. Она серьезная. И красивая. Очень красивая, да. С ямочками. Какие вы, девчонки, все правильные, молодцы. Пришли выдавать замуж Настю. В черненьком, скромненьком. Обычно невеста сидит в черненьком, скромненьком, а подружки с такими открытыми глазами сидят просто. Молодцы, умницы. Значит, любите и уважаете. Конечно. Скажите, Настя, а что там супруг ваш? Почему он себе такую оттяжку дал в три года целых? Ну, на самом деле, Дима – он хороший отец. И вот у меня сейчас ребенку четыре года. И он замечательный отец. Он проводит с ним время. Смотрите, Анастасия, когда ребенка видит, это папа, вот этот вот непонятный, да, красный кусочек чего-то, не пойми, который вечными речи тарет, они не понимают, что с этим ребенком делать. Мужчинам должно быть интересно с ребенком. Вот как только он уже задает ему вопросы, смотрит с ним футбол, вот тогда он и интересен. Во-первых, денег не просит, во-вторых, почти ровесник. Понимаете? А вот это вот детский садик для нас. Это согласна. Только инициатива вообще ребенка была все-таки от него и сходила. Конечно, а делать-то как это приятно. Детей, хотеть их, создавать. Это же одно удовольствие сплошное. Мне кажется, третья невеста мешает челка. Я прямо в этом уверена. Она ее все время так не очень комфортна для нее. До того, как мы поженились, я, получается, жила в Австралии три года. И у меня была очень бурная жизнь, очень много путешествий. В каком смысле бурная? Ну, вот в плане того, что у меня было много... Не в том, не в плане, нет? Нет, нет. У меня было много путешествий, как-то вот очень такая жизнь насыщенная, разнообразная, эмоциональная. И, получается, я вернулась в Москву, и буквально мы там за пару месяцев решили вот расписаться. Ну, потому что муж по своим делам мог уйти куда-то, вас оставив с ребенком. А вам никто не помогал? Мне очень помогали мои родители. Настя, смотрите, когда маленький ребенок, и муж куда-то уходит, я бы даже сказала, сваливает. Это же самый кайф начинается. Можно поболтать с подругами, можно просто поваляться. Это класс. Ты отдыхаешь. Это вот в том пределах. Вы все время цеплялись к нему, вы прямо за ноги, что он вас с собой не брал. Да, мне хотелось... Ну, наверное, я все-таки, может быть, завидовала, что у него была вот эта возможность, что его образ жизни, он как-то, ну, сохранился. Вот. И мне хотелось тоже... Ну, я вообще очень активный человек. Это единственная причина, да, была? Ну, нет. На самом деле, потом начались уже какие-то там... Потом начались вот больше там по ревности какие-то вопросы. Он вас или вы его? Он меня в основном. А как, кому он мог вас ревновать, если вы сидели дома все время, а он там где-то шлялся? Поэтому вы должны были его ревновать? Ну, мы на самом деле начали с ним путешествовать, когда еще ребенку было два месяца. То есть мы ездили в Италию, мы ездили там... С ребенком? Да. Да, мы очень много путешествовали. То есть я нашла в этом как бы выход для себя. Он шарился по вашим сетям, да, все что-то там, по-моему, и ей не надо, наверное, еще рожать. Это уже не пять и шестой, а всего четыре. Всего четыре. Уже полегче мужчине будет. А почему, когда он однажды попросил показать переписку вашу с кем-то, вы ему не показали? Почему? Ну, вот-то был, да, один такой момент, на самом деле ключевой, вот решающий, когда он взял мой телефон. Ну, а почему не показали-то? Ну, и дали бы, сказали, ну, надо, задавись там, застрелись. Ну, не хотела. Наверное, пошла на принцип. Вот, наверное, хотела... Может, там что-то было? Да нет, ничего не было, но он... Послушайте, ну, так же нельзя, Настя, когда у вас общий ребенок, из-за какой-то ерунды люди не разводятся, ну, потому что, ну, так нельзя это... Тогда вас характеризует не очень. Ну, да, то есть, как у нас, конечно, есть ребенок, вот. Но я подумала о том, что... Нет, нет, я не изменяла Диме. А тогда мне объясните, откуда у вас коллекция разбитых мужских сердец взялась? Мне, кстати, стало очень интересно. Вы как их собираете? Фото и какие-то вещи оставляете в коллекции? А я не знаю... А это где вы такое? Соберишь картины, да? На картины смотришь. Там, да, замки, замки собираешься. А мужские сердца, а как у вас коллекция выглядит? Нет, на самом деле, я не люблю разбивать мужские сердца. Так получилось. Так периодически происходит. Просто Настя у нас девушка эффектная. То есть вы не хотите это делать, но вы им разбиваете, и у вас коллекция целая получается. Ну, просто Настя девушка эффектная, и она была замужем. Когда мужчины узнавали, что она замужем, они уже, их сердца были разбиты от этого. Вот это вам и есть повод для ревности бывшего супруга. Вот у девушки сделаны губы. Я просто сама вся натуральная, поэтому как-то такая горжусь своей натуральностью в свои годы и тем, как я выгляжу. Так, а что у нас от мужа-то осталось, миленький, кроме как коллекции-то разбитых сердец? Ну, от мужа... Недвижимость как, а что у нас в приданном? Я что-то смотрела, смотрела, так и не могла разобрать. Может, вижу плохо уже. Ну, от мужа, на самом деле, из приданного не осталось ничего, но у меня, в принципе, у самой есть квартира, трехкомнатная машина, то есть... А, вы юрист? Да. Как-то Сергей против коллег? Вот, да, вот это мне немножко, конечно, резануло. Ну, я думаю, что мы и разберемся. Я тоже так думаю. Покажите сюрприз. Сергей, мне нужна будет ваша помощь для сюрприза. Я попробую. Ну, она рисковая, да. Да. А он, смотри, какой смелый, сразу пошел. Сразу пошел. Молодец. О, Сергей, я предлагаю проверить, как синхронно мы с тобой будем в семейной жизни жить. Вот. Так что я предлагаю тебе руководить и говорить, куда идти, прямо, прямо, там, не знаю, направо, налево. Вот, давай начнем. На раз, два, три. Раз. А там есть ступеньки же, да, по-моему? Да, то есть нам с тобой надо будет сейчас развернуться и пройти по ступеньку. Тогда левый. Давай. Раз, два, три. Так. Мне кажется, у вас получается. Теперь предлагаю разворачиваться. Если бы мужчина был бы первым, я думаю, что у вас будет более... А тогда как он рассмотрит ее фигуру? Нет, нет, там же вроде бы... Да, да, туда. Предлагаю, что в доме будет хозяин. Еще ниже, да? Ай, нет, это ножка вот сюда, да. Это вот сюда, рядышком. Вот сюда. Мы скользнем? Нет, нет, мы нормально. Да. Так же вот это. А, нет, смотрите, точно. Это очень, кстати, даже удобно. Вы лучше разобрались. Даже удобно получается. Так. Да, она его позабавила. Возможно, этого и не хватает ему в жизни. Даже тут и палки не нуждаются. Вообще. Мне кажется, у нас получается. Ребята, смотрите, чтобы между вами и мной было два метра дистанция. Да, да, хорошо. Теперь слева и назад. Справа. Справа, хорошо. Открываем? Это моя разве? Нет. Точно, нет, это моя, да. Все, спасибо. Нет, да, нет, это... Да. Спасибо, девочки, проходите в комнату. Видите, прямо довел. Да. Ну все, дошли. Мне кажется, у вас все получится. Проводил до дома. Брюнетка, опять же. Ну да, что-то вот восточное есть, как просил. Так. Может, они на этих лыжах сейчас покинут студию, едут вместе? Ну... Сейчас посмотрим. Что вы скажете об Анастасии? Что, ну, очень забавный сюрприз. Но плюс еще к тому и коллега. Интересный человек. Ну для вас это скорее минус, чем плюс. Еще она к минусу обнимашки любит везде. И целовашки. И целовашки. Это ужасно. А вы, ну вот как бы... А где это она везде? Прямо со всеми в засос, думаешь? Сразу? Ну она, знаешь, не знаю, не уточнял у нее. Она любит это вот постоянно. Ну любишь мужчины, наверное, все-таки. А он не любит. Сережа не любит. Предупреждает, что... Не любит целоваться? На людях не любит, чтобы проявляли... А это и не нужно, и думаю, она тоже... Вот это чуть-чуть-чуть пусенька, мусючечка моя. Он не любит, она будет. С чего ты взяла? Ну она так пишет. Что прям пишет? Вот она пишет, люблю обнимашки. Вот прям всяко разные обнимашки. Но это же не значит, что она на людях будет. Все же приемы где-то такой там... Не, ну я не думаю до такой степени. А вот будет по эскалатору спускаться, это она раз... Ну один раз сдаст ею в поддых. Когда она потянется к нему поцелуи. Понимаешь, лакернет еще по шее, как небром. Я с удовольствием, но не способен. Он классный. Мне кажется, это ему понравилось. Да. Мне понравилось. Особенно, когда ушли на лыжах. Да, да, да. На лыжах это было вообще великолепно. Мне кажется, мы как-то синхронизировались. Слушай, такие приятные вот розы с Ларисой. Такая энергетика идет теплая, да? Да, очень теплая. Вот я прям... Вот я села туда, я расслабилась. Давайте выбирать. Мне кажется, одна краше другой. Просто красавицы все. И Стелла, и Лолита, и Анастасия. Мне сложно. И они все, мне кажется, ну... Достойны вас. Если отталкиваться от ваших целей, поставить детей на ноги, да, сделать хорошую карьеру и... То Лолита. Спокойно, да, ну не стариться, потому что рано еще 40, еще вам в принципе... Лолита. Да, Лолита. Лолита, она в этом отношении вам больше как соратница подходит. Я за Лолиту. А вы уже думайте сами, к кому вы пойдете, мы в любом случае вас поддержим, поэтому проходите. Если Сергей ко мне зайдет, я не знаю, что я сделаю. Я пока еще не знаю, что я сделаю. Если он зайдет ко мне. Я приглашаю всех выйти и поддержать Сергея. Привет. Я немного растерялся в начале, но мысль о опере меня не оставлялась в передачу, поэтому я выбираю. Спасибо большое. Какая красивая пара Сергей и Стелла. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы юный человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Совет да любовь. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok